Здравствуйте, друзья. Я вам говорил, у меня есть турецко-подданная родственница. Здравствуйте. Да, громко надо говорить. Здравствуйте. Зовут? Ну, представляйтесь. Меня зовут Злата. И, собственно, я из Турции уже. Но оригинали откуда сама-то? Оригинали я из Украины. Город Донецк. Так. Давно покинули Донецк? Покинула Донецк в 2013-м, в мае. Еще до событий? Да. Ну, примерно. В начале развития событий. И с 2014-го года жила в Турции. А между покиданием Донецка и проживанием в Турции вы где были? Жила в Харькове, заканчивала университет. Специальность какая? Газотурбины установки. Это что, родители вас так? Говорят, езжай, дочка в Харьков, будешь газотурбинными установками заниматься? Примерно, да. Между компьютерной инженерией и газотурбинными установками было сложно выбрать. Это вы затруднились или родители? Я затруднилась. Бедненько. А ну, там мальчиков хоть много было? Да, много. У нас было 2-3 девочки в группе. Но, тем не менее, жениха вы нашли все-таки в Турции? Ну, конечно. Кого ж можно найти на инженерном факультете? Инженеры? Они не такие симпатичные. Ну, хорошо. Ладно. Сколько вы уже в Америке-то у нас? В Америке мы примерно 2 недели. И как оно? Вы неделю будете в Сан-Франциско? Да. И потом неделю в Сакраменто? Да. Как там вообще? В Сан-Франциско нам понравилось, я бы сказала, в районе Ocean, Ocean Bay и First Line. Ocean Street опять. Это вдоль океана идет улица? Вдоль океана. Улицы все, которые идут вдоль океана. Там, кстати, русские живут. Там много, да. Да, 17-19 улица. Там очень мило, тихо. Океан понравился. Да, океан очень красивый. Там очень хорошо бегать было по утрам. Не как в Турции там? Нет. Не совсем как в Турции. Скажем так, Mission District и Financial Market это центр города. Там довольно, как это говорится... Грязновато? Грязновато, шумновато и... Хуглесовато. Много бездомных и... Вообще очень много людей. Там довольно тяжело передвигаться. Ну, нет такого ощущения, вот не было, что ты ж по городу думаешь, что тут турков мало? Нет. Такого не было. Нет. Хорошо. Они где-то там есть, но мы их не нашли. Да, хорошо. А в Сакрамент как? В Сакрамент довольно спокойно. Опять же, в Донтаун много бездомных. За городом... Как интересно. Живет много русских. Очень много русских. Пригорода. Очень легко, да, встретить в пригороде. Ну, в зависимости, какой район пригорода выбирать, довольно мило. Если есть машина, то вообще прекрасно. То есть не то, что без машины пропадешь? Пропадешь без машины, потому что все магазины находятся далеко. То есть как бы тяжело будет пешком добраться куда-то и нету особо пешеходной дорожек. В принципе, почти нету. А, то есть там еще и не пройдешь как бы? Нет, нет. В Донтауне, в принципе, есть, да, но там тоже довольно далеко... Даунтаун милый такой вполне там. Даунтаун милый, да. Если убрать оттуда питома, он будет вообще очень симпатично. Слушайте, а не жарко там сейчас вот? Правда, зима, конечно. Первые дни, когда мы туда приехали, то есть примерно неделю назад, была довольно хорошо, солнечно, но прохладный ветер. Так. А вчера был ужасный шторм, дождь шел, наверное, сумм 10. Угу. Вот. И холоднее стало. Ну, это вы просто попали в редкое время. Пройдет еще несколько недель, и вы почувствуете, что там жарковато. Думаю, да. Скоро это будет. Значит, Злата прислала нам здоровенную коробку, вот как половина моего письменного стола. Правда, легкая очень. Не знаю. А что там у вас? Там наши вещи, которые не влезли в чемодан. Ну, короче, большую, но легкую коробку. И я вчера попросил там нашего студента из Сакраменто ей отвезти в город. Вот. И он сказал, что в субботу поедет в город и ей отвезет. Вот. А тут, значит, совершенно неожиданно, значит, ребята решили погулять тут в ПБРе. Заехали в Сан-Франциско. И вот к нам. Значит, Злата обещала. У нее такая была как эта штука, что называется? Шаль называется Шаль, но это такая шапочка вот с такой вот. Это такая же шапка, как у Михаила, только на ней как бы золотые монетки в два ряда и такая как фата красная вся маленькая. Да, я ее забыла дома, потому что прошу прощения. В следующий раз. В следующий раз. В следующий раз сделаем. И поэтому мы вот в такой папахе. Ну да, это более, скажем так, руссинизированная шапка. Тут это прям казацкая, настоящая. А, ну вот казацкая, тем более. Да, там на самом деле там еще вот сверху тут красненькое такое вот. Ну вот уже видно, уже видно, да. Так что все равно соответствует одним из моих последних там рядом с Турцией там буквально исторические контакты давно у них всегда происходили. Вот. Значит, родители вам не говорили, куда ж ты доченька в Турцию-то? Нет. Они познакомились с Айханом до еще того, как он мне предложил руку и сердце, да, и турецкий паспорт. Так. А ему вот не говорили родители, что ж ты не нашел бы себе турецко-подданную? Говорили, но он сначала спросил у моих родителей разрешения. Так. Перед тем, как прилагать мне руку и сердце и турецкий паспорт. И они одобрили довольно легко, потому что они знали его. Понял, понял. То есть вы обошлись как бы одобрением ваших родителей? Да. Ну, хорошо. Не тянет на Донбасс там куда-нибудь сейчас? Нет, кстати, моя семья была там неделю назад. Подождите, а семья где? Мама у меня живет в Мукачево, Закарпатская область. Да. То есть туда. Ее младшая сестра живет в Израиле, в Иерусалиме. Так. Мои бабушка и дедушка остались в Донецке. И они, если бы их навещать в Израиле… Бабушка и дедушка, оставшиеся в Донецке, это не тот дедушка, который мой троюродный брат? Это этот дедушка. Прям тот самый дедушка? Ой, как интересно. Друзья, ее дедушка – это мой троюродный брат. Я их никого не видел никогда. Я видел маму вашего дедушки, да? Тетю. Тетю. Это была тетя? Митка, да. Хорошо. Тетю видел. Я, правда, тогда был еще… Хотя, вы знаете, что я уже достаточно взрослый был. Я уже был жена. Я никогда видел девочки. Ну, если когда-нибудь Хилтон построить в Донецке, вы можете навестить своего троюродного брата. А что, в Хилтоне работаете? Нет. Я имею в виду, ну, там сейчас нет. А чтобы у меня было где остановиться? Да. А, господи, я могу родственников остановить. А, ну да, да. Чисто традиционно. Ну, что же, хорошо. А вы с Иханом, ну, не с Иханом, но, может быть, вы лично, человек понимающий по-русски. Вы наш канал смотрите? Смотрю периодически, да. Когда интернет хорошо ловит, что можно было загружать. Нет, а вот в Турции вы нас смотрите? В Турции мы смотрели. В Турции я переводила Ихану с русского на турецкий слэш английский ваше видео, да. Ну, ему интересно было? Да, ему было очень интересно, потому что было очень тяжело мне переводить. я не знаю, плохой переводить. Но вы были в Штатах по work and travel, да? Да, в 13-м забыл. В 13-м? То есть совсем недавно, господи. Да, и он тоже приезжал ко мне тогда. Да. Да вы недавняя студентка, вы только же закончили, фактически, да? Да, ну. А вот девочки, которые мальчики с вами тогда были, там многие остались тогда или все вернулись? Они все были как бы харьковчане Харьковской области. Да. Их особо не задело, насколько я знаю, это все дело. Поэтому, да, все остались там. Остались где? В Украине. Вернулись. После work and travel они вернулись домой. А, я перепуталась, извиняюсь. По work and travel некоторые остались в США. Так. Многие вернулись. В основном румынские парни и девушки оставались. Все украинцы вернулись. Как интересно. А как же румынам оставаться-то? Я не понял. Они же все-таки Евросоюз им. У них Евросоюз, во-первых, была джей-виза дольше, чем у нас. Если у украинцев было 4 месяца, у румынцев было где-то 6 месяцев. Ну, я понял. Им гораздо сложнее легализоваться только если само что. Не знаю, как остались, но остались. Им политическое убежище не дадут из Румынии. Только если вот действительно через брак. Ну, хорошо. Ладно, это отдельная история. Так я просто любопытствую. По-стариковски. Ну, что же, друзья, у нас к пяти часам приближается. Значит, мы отпустим наших турецко-подданных гостей обратно в Сакраменто. Им еще возвращаться. И вам еще и трафик. Как раз самый нормальный такой будет по дороге. Сейчас все обратно едут. Ну, я надеюсь. Да, вам. Кстати, с Сакраменто в Сан-Франциско довольно приличный трафик. Утром и вечером. Вот так. Это больше, на самом деле, занимает время стояния в трафике, чем сама езда из города в город. Ух ты господи. Ну, я думаю так, без трафика можно было бы за полтора часа легко доехать. Мы за час доехали, мы простояли 45 минут в трафике. Вот так. Да. После Голден-Гейта мы уже были в Сан-Франциско. Мы в селе в Сан-Франциско в трафике 45 минут. А, так вы в городе были. Нет, это другое. На хайвее не было трафика. На подъезде к городу. Да, на хайвее не было. Отлично. Ну, сейчас будет трафик на хайвее. Вы как раз сейчас поедете вместе с теми, кто возвращается в Сакраменто после трудового дня. Ладненько. Все, значит, Злата, так, помашите ручкой. Всем ребятам скажите привет. Всем привет. Вот. И до скорых встреч. Вы же еще встретитесь с нами скоро? Конечно, обязательно. С другой шапкой. С другой шапкой. Михаил учится в школу. У нас не рекламный сюжет. А, нет? Нет, нет. Мы о жизни. Мы просто... Они там привыкли в Турции все рекламировать. Да, реклама в Турции очень интересная, кстати. Если кто увидит, не поверите. Ну, прилично все. Нет, там все очень прилично. Там нет никакой типа украинской или русской рекламы. Там все очень, очень, я бы сказала, скучно. Выдержано. Там всякие старенькие дедушки, большие семьи. Оксакалы? Примерно. Да. Да. Традиционные семьи. Ничего такого типа. Да. То есть вот... Того, что показывают у нас на канале. То есть там такая реклама, что как бы... Скажем так, когда муж увидел украинский канал, он очень удивился от нашей рекламы. Правда? Да. Ну и ладно. В общем, друзья, отпускаем Злату с супругом. Им еще в хайвее возвращаться обратно. Да. В пробках. Все. Счастливо и до скорых встреч. До свидания.